Институт фундаментальной медицины и биологии Казанского Федерального Университета из года в год готовит высококвалифицированных специалистов в сфере биомедицины, здравоохранения и биологии. В институте обучается порядка 5000 студентов. Это не только ребята из Российской Федерации, но и из ближнего и дальнего зарубежья. Здесь у студентов есть возможность учиться на всех ступенях высшего образования. Например, бакалавриат предлагает две программы подготовки – биолог и учитель биологии. Институт фундаментальной медицины и биологии Казанского Университета является одним из немногих учебных заведений, где предоставлен большой выбор программ специалитета. Здесь реализуется такое направление, как лечебное дело, стоматология, медицинская биохимия, фармация. Бюджетные места на специалитет также были выделены, однако стоматология подразумевает только контрактную форму обучения. Важно отметить, что помимо русскоязычных программ специалитет включает два англоязычных трека – это «Дженерал медицин» и «Стоматология», которые тоже подразумевают контрактную форму обучения. Набор у нас в общей сложности, если говорить про бакалавриат, про специалитет, про который я вам говорил, это если вне бюджета совсем, то на первый курс у нас получается где-то по 800-900 человек. Ну да, так получается. Но считайте 100 с лишним, так сказать, ну 150 плюс только бюджетных поличфок, сколько плюс получается вне бюджета, контрольные цифры мы делали, плюс англоязычные программы. Вот. Ну я не знаю, по контрольным цифрам приема, правда, мы ставили немного, мы ставили всего 600, но по опыту прошлых лет мы перебираем, потому что желающих намного больше, и люди просят, и люди хотят быть зачисленными. Поэтому здесь, ну поживем, увидим. Следующая ступень высшего образования – магистратура. В Институте фундаментальной медицины этот уровень квалификации предлагается на двух основных направлениях. Биология, которая включает в себя 120 бюджетных мест, и здравоохранение. Выбирая одно из направлений магистратуры, студент вновь встает перед выбором – подбором подходящего профиля. Здесь их тоже большое количество. Например, генетика, биохимия, зоология, микробиология и многое другое. Когда дети поступают, вернее, бывшие бакалавры, уже абитуриенты поступают, они по сути своей выбирают, по какому профилю они будут проходить эту магистратуру. Общее название – биология, но там есть вот такое подразделение. Плюс у нас еще есть, ведь кроме этого, чего нет в других институтах, у нас есть бакалавриат, у нас есть специалитет, у нас есть магистратура, у нас есть еще ординатура. Это подготовка кадров высшей квалификации уже для, получается, здравоохранения. Ординатура представлена 40 специальностями. Как отмечает директор Института фундаментальной медицины и биологии Андрей Киясов, ординаторская степень аккредитована фундаментальными направлениями здравоохранения. Однако Казанский федеральный университет всегда стремится к созданию актуальных и уникальных программ образования. Так в институте реализуется образовательный трек «Пластическая хирургия», который не преподается ни в одном другом ближайшем учебном учреждении. Там тоже мы имеем достаточно большой заказ, я имею в виду от государства, потому что практически, наверное, почти 90% мест, которые даются в бюджетную ординатуру, они все целевые. Конкурс там достаточно высокий. Ну и, наконец, еще, куда мы набираем, это 30 с лишним человек, 37, по-моему, в этом году. Это аспирантура еще. Аспирантура, причем по биологическим и медицинским специальностям. Отметим, что для поступления в Институт фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета необходимо сдать такие предметы единого государственного экзамена, как химия, биология, русский язык. Также важно отметить, что у абитуриентов есть выбор между сдачей экзамена по химии и математике. Для ребят, которые не сдавали экзамены ЕГЭ, предусмотрены вступительные испытания. В них также могут принять участие абитуриенты, которые уже получили среднее профессиональное образование. Второй вариант внутренних экзаменов рассчитан на иностранных студентов. Он подразумевает два этапа. Сдача экзамена по биологии и русскому языку, а также собеседование по выявлению уровня профессиональной подготовки. Как отмечает Андрей Киясов, директор Института фундаментальной медицины и биологии, учиться в институте сложно, но если студент горит желанием к получению профессии, то он однозначно добьется своего. Сложно, если ты бездельник. Если ты не бездельник, из тебя получится хороший врач. А все условия для этого у нас есть. Сложно, если ты бездельник, из тебя никогда не получится биолога, ты не сможешь работать в лаборатории. Потому что ты никогда не научишься никакому скиллсу, который необходим для того, чтобы проводить какие-то реакции. То есть, если ты не бездельник, ты станешь специалистом. А главное, если у тебя в голове сидит, я хочу, я хочу, я хочу, я буду, и ты делаешь еще, не просто орешь. Тогда все получится. Отметим, что у студентов института есть возможность проходить практику в университетской клинике Казанского федерального университета. Помимо этого, в Институте фундаментальной медицины и биологии существует симуляционный центр, оснащенный современным оборудованием и созданный по прототипу больницы. Здесь смоделированы всевозможные ситуации, которые могут произойти со здоровьем пациента. Студенты имеют уникальную возможность практиковаться на тренажерах и оттачивать полученные знания на практике. У нас есть несколько видов практики. Первый вид практики – то, что касается биологов. И биологи проходят так называемую полевую практику. И для этой полевой практики у нас есть специальные базы, у нас есть ботанические социалы, у нас есть агробиостанции, у нас есть свияжская станция, даже на Белом море. Это вот они проходят такую полевую практику. Это на первых курсах, потом они все разбредаются по кафедрам и готовят свои курсовые и будущие дипломные работы. Это тоже практика, но практика уже в лаборатории. И, наконец, если говорить про медиков, у медиков нет практики только после первого курса. У медиков, так сказать, вот она начинается со второго курса, но это уже идет практика специализированная. Она будет медсестринская, до врачебной практики, еще что-то. Но до того, как медик, студент на эту практику пойдет, он должен сдать зачет. Этот зачет – это учебная практика в течение года, и все это проводится в симуляционном центре. То есть без этого никуда не деться. Если ты не умеешь что-то делать, тебя никогда к пациенту на практику не допустят. Если вы все же мечтаете связать свою жизнь с медициной, то получить диплом об образовании – это первая ступень. Самое главное – это сдать первичную аккредитацию, которая является допуском медицинского работника до пациента. Для получения допуска необходимо решить тестовые задания, а также сдать нормативы в станциях. Важно, что с 2019 года 100% студентов Института фундаментальной медицины и биологии сдают первичную аккредитацию, что является самым высоким показателем по России. Приходи, Институт фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета ждет именно тебя. Аделина Абдрахманова, Тимур Ахметов. Универновости.